Ну, история такова. На сегодняшний день мы живем в век прогресса, я бы так сказала, да? Каждый день появляется новый мобильный телефон, новая D, 3D, 4D, 5D, насколько я знаю, уже есть 7D, хотя ничем не отличающийся от 4D, но очень людям нравится как бы D добавлять. На этом зарабатывают деньги, причем под словом кинотеатр. Кинотеатр 7D. И вот я абсолютно уверена, что как человек, который занимался современным искусством, что в этом нет ничего плохого. Зрелище, оно всегда было, им и останется, да? И кино это тоже зрелище. Это неплохо, нехорошо. Другой вопрос, что новое измерение, которое называют, прежде в первую очередь, и появилось еще давно, в советское время, да, этот эффект 3D, его можно использовать по-разному, и на самом деле далеко не к каждому фильму он дополняет, добавляет что-то особенное. То есть, если смотреть на это все с точки зрения философии, получается, что 3D фактически – это просто заполнение пустоты между человеком, который сидит в очках с попкорном, и экраном. Заполнение пустоты, с одной стороны, между ними, то есть с зрителем и экраном, а с другой стороны, какое-то заполнение дебантной пустоты, образовавшейся в людях, в принципе. Когда не то чтобы маленькие дети, которые сейчас растут, поколение, не могут посмотреть черно-белый фильм, они уже не могут посмотреть просто 2D. Им нужно зрелище, да, при том, что из этого фильма далеко не всегда они получат какую-то действительно ценную информацию. То есть упор идет немного на другие вещи. И я никого не виню, да, но так или иначе этот процесс происходит. Хотя мне почему-то кажется, что 3D никогда в жизни не заменит 2D. Все равно будут люди, взрослые, думающие, и дети будут вырастать, и ходить на хорошие фильмы. Но этот процесс сам по себе, мне кажется, показателен и говорит о том, что мы катимся на данный момент к какой-то стороне эволюции, то есть через отрицание. Когда все-таки, наконец-то, это все будет немного отодвинуто на задний план, на какой-то, и вернется другое кино. Потому что перед любым рождением происходит смерть. Вот о чем я. То есть как бы сейчас наше кино, мне кажется, до сих пор, вот российское кино, да, мы говорим в данном случае, оно не возродилось. Оно, вот оно умирало, умирало, вот как только Советский Союз закончился, умирало, 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 умирало и умирает. И вот как бы сейчас, мне кажется, есть такие два тропа. Один гниет, а другой пытается, не два тропа, не правильные тропы, и, видимо, это оговорка по Фрейду, да, но как бы я уверена, что все же как бы есть там младенец живой, но он как бы еще не родился. То есть он в животе находится, в некой материке ношной. Вот. И вот этот труп тлеет, а рядом эта мать, короче. Вот, несерьезная, но как бы некая мать. И вот как бы уже девятый месяц, как бы все, уже осталось чуть-чуть. Я уверена в этом абсолютно. Но труп тлеет, его пока даже не вынесли. Несерьезно, ну и вородоваль, что я говорю, в глупости, что ли, это ж так. Как бы реально, есть, да, талантливые режиссеры, не буду называть имена, чтобы кого-то не обидеть или, наоборот, не слишком сильно похвалить. В наши дни, которые снимают очень хорошие фильмы, и видно, что рождается новый киноязык, но, к сожалению, кино, так же, как и любой другой вид искусства, может жить только за счет зрителя. А зритель до сих пор очень-очень лениво идет на наши фильмы. Большинство зрителей идет на Голливуд. И это нормально, потому что Голливуд снимает слишком качественное кино, которое ориентируется все-таки не на кинофилов, а на нормальных людей. При этом это часто хорошие фильмы. Поэтому наша мать пока не родила. Вот, когда я узнаю о таком русском фильме, который будет на самом деле классикой, как, не знаю, «Апокалипсис сегодня», «Ирония судьбы» с третьим паром, хоть это и очень разные фильмы, но все это классика, да, там, «Операция И» и «Шерпу с закрытыми глазами». То есть это какие-то фильмы, которые видели все, но и все на них ходили, и при этом это, я вот сейчас называю, одновременно и зарубежные фильмы, и наши, да, там, ну, короче, не «Операции», там, «Тарковский зеркало», как бы, ну, это все банальности, мы все знаем. Короче, нету сейчас такого фильма, ни одного, ну, практически, там, «Шапитошоу» не смог стрельнуть. Нету, чтобы на него ходили так же, как вот раньше бывало. И я знаю, что это будет, и я хочу быть в этой новой волне, и обязательно буду. И буду снимать вместе с теми людьми, которые снимают, и будут снимать. И я знаю, что скоро младенец появится. Ну, вот и все. Ура! Блинга! Ну, хорошо, про младенца хорошо. Блин, какую-то жесть вообще, я так говорила. Значит, я не знаю, как ты будешь там монтировать, а если пауз не делаешь. Мне кажется, надо взять про младенца.